Кул инна ни хаданий раббим Иля сиратим мустакимин Дина киямам Дина киямам Миллата Ибрахима Ханифам Ва ма кана минал мушриким Проект Салев Туба представляет Перед просмотром видео рекомендуем вам сделать дуа Робби Зидни Ильман Господь мой, преумножь мои знания Говорит Мухаммад ибн Амдул-Ахав В книге Кабут-Талхид Книга Единобожия Глава о защите пророков Неприкосновенности к аухиду И преграждении им путей И преграждении им путей к ширку Мы дошли до 66 главы Это еще последний урок по этой книге У нас осталось Это глава 67 Сегодня еще постараемся Закончить Данную книгу И тут первая глава О защите пророков Салаллаху алейхи ва салям Неприкосновенности к аухиду И преграждении им путей к ширку В этой главе автор Будет приводить доводы О том, что пророксор Аллаху алейхи ва салям Преграждал все пути Которые ведут к ширку Мы в начале этой книги Также проходили Главу, где автор Рахима Аллаху упоминал О защите пророков Салаллаху алейхи ва салям Единобожия О том, что пророксор Аллаху алейхи ва салям Защищал Единобожие А в этой главе Уже автор указывает на то, что Пророксор Аллаху алейхи ва салям Также преграждал все пути Которые ведут К многобожию И на это тут автор упоминает Огромное количество доводов Также у нас есть хадисы Где пророксор Аллаху алейхи ва салям Говорит Не переходите по отношению По отношению к границе Как люди перешли Границы по отношению к Иси Сыну Марьяма Также Когда пророксор Аллаху алейхи ва салям Человек сказал Маша Аллаху алейхи ва салям Сказал Ты не уподобил меня Аллаху Пророксор Аллаху алейхи ва салям Преграждал Все пути Которые могут привести к ширку Также Пророк Салаллаху А.С. запретил клятся творениями, приказал клятся только Аллахом. И тут он привел от Абдуллаха ибн Шехира, что он рассказывал, в составе делегации от племени Бану Амир я прибыл к Пророку Салаллаху А.С. Мы обратились к нему, он наш господин. На это Пророк Салаллаху А.С. ответил, господин Ас-Сейид это Всевышний и Благословенный Аллах. Когда мы сказали, о самый достойный и великий из нас, Пророк Салаллаху А.С. сказал, говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан. Этот хадис передал Абдуллаху А.С. с хорошим и с надом. В этом хадисе пришла Пророк Салаллаху А.С. делегация от Бану Амир. Скорее всего, это в тот год, когда Пророк Салаллаху А.С. приходили разные делегации в 2009 году по Хиджри Пророк Салаллаху А.С. приходило огромное количество делегаций и принимали ислам. И они сказали, обращаясь к Пророку Салаллаху А.С. Ты наш господин, о наш господин. И Пророк Салаллаху А.С. сказал им, Господин А.С. это Всевышний и благословенный Аллах. Пророк Салаллаху А.С. указал им, что абсолютным господином, который управляет и который является владыкой всего, это является Аллаху А.С. Поэтому Пророк Салаллаху А.С. сказал, Ас-Сейд Аллах, господин, абсолютный господин, это Аллах Субханаху А.С. и владыка всех миров, также Аллах Субханаху А.С. И тут возникает вопрос, какой же хуком использование слова господин, когда мы обращаемся к людям? Он наш господин. Можно ли использовать это слово, когда мы обращаемся к людям? Потому что Пророк Салаллаху А.С. в хадисе сказал, Ана Сейеду Аляди Адама, я господин детей Адама, и в этом нету хвастовства, нету высокомерия. Пророк Салаллаху А.С. говорит, что он господин сыновей Адама, детей Адама. Также Пророк Салаллаху А.С. в другом хадисе говорит, Уму Иля Сейедикум, вставайте к вашему господину. Также Пророк Салаллаху А.С. этот хадис мы проходили, говорит, что нельзя говорить Ат-Им Раббака, Ваббы Раббака. Пускай никто из вас не говорит, накорми своего, именно слово Раб используется. Мы объясняли, что в арабском языке есть разница между Араб и Сейед. На русском языке это все можно переводить как господин, но в арабском есть разница между Араб и Сейед. Пророк Салаллаху А.С. в этом хадисе говорит, пускай никто из вас не говорит, накорми своего Господа Ат-Им Раббака. Именно слово Рабб нельзя использовать. Пророк Салаллаху А.С. говорит, что пускай никто из вас не использует слово Рабб и говорит, накорми своего Господа. Но далее Пророк Салаллаху А.С. сказал, что можно сказать? Но пусть скажет Сейедикум, мой господин, и Мауляя, мой хозяин. Тут Пророк Салаллаху А.С. указал на то, что Сейед, слово Сейед, можно использовать. Но в этом хадисе Пророк Салаллаху А.С., когда ему сказали, он наш господин, сказал, что господином является Всевышний Аллах Субханаллаху А.С. И какой же хуком использования слова господин? Ученые разногласят в этом вопросе. Некоторые ученые сказали, этот хадис, где Пророк Салаллаху А.С. сказал, что господином А.С. является Всевышний Благословенный Аллах, это указывает на то, что нежелательно, нежелательно по отношению к людям использовать слово господин. А те хадисы, где Пророк Салаллаху А.С. использовал, они указывают, что это является дозволенным. То есть этот запрет Пророк Салаллаху А.С. в этом хадисе не имеется в виду запрет, а имеется в виду нежелательность. Это первое мнение. Второе мнение, что некоторые ученые сказали, что нежелательно, что нельзя использовать слово господин, когда мы знаем, что это может человека привести к самообольщению, или может привести к тому, что по отношению к нему будут переходить границы. В этом случае нельзя использовать слово сейид, господин. Но если нету такой опасности, что человек может самообольститься, то в этом случае использование слова сейид является дозволенным. И третье мнение, которое также упомянул Ибн Аль-Каим, что слово господин нельзя использовать, когда мы обращаемся к кому-то. Нельзя говорить, что он наш господин. Это запрещается. А когда мы рассказываем о ком-то, то это дозволено. Как Пророк Салаллаху А.С. сказал, вставайте к вашему господину. Пророк Салаллаху А.С. не обращался к нему, а обращался к другим, обращался к ансарам и говорил, чтобы они встали к своему господину. Также Пророк Салаллаху А.С. говорит, Я господин детей Адама. За исключением того, что раб обращается к своему хозяину. В этом случае можно говорить, обращаясь к моему господину, потому что он является его господином. И также есть четвертое мнение, что... Как я это упомянул? Даже это мнение возвращается ко второму мнению. Что Ибн Рафимин сказал? То есть нельзя использовать это, если есть опасность, что это может привести к ширку. Если нет в этом слове опасности, что это может привести к ширку, то использование данного слова господин является дозволенным. Это что касается использования слова сайид. И тут Пророк Салаллаху А.С. когда ему сказали, он наш господин, им сказал, «Господин – это Всевышний и Благословенный Аллах». То есть указал, что абсолютное господство принадлежит только Аллаху Субханнаху Ва Тааля. Даже если человек является господином, то его господство оно ограничено. Он господин в каком-то племени. Или господин среди какого-то круга людей. И все. А абсолютным господином является Аллах Субханнаху Ва Тааля. Тогда мы сказали, Абдулла Мишихир говорит, «О самый лучший из нас, и самый щедрый, и самый великий из нас». Они начали восхвалять Пророку Салаллаху А.С. И Пророк Салаллаху А.С. сказал им, «Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан». То есть Пророк Салаллаху А.С. сказал, «Говорите некоторые слова, которые вы произносите, как то, что Пророк Салаллаху А.С. самый лучший». Это нету сомнений, что Пророк Салаллаху А.С. самый лучший. Самый лучший из творений, самый лучший из людей Пророк Салаллаху А.С. и самый лучший из пророков и посланников, также Пророк Салаллаху А.С. И поэтому Пророк Салаллаху А.С. говорит, «Говорите те слова, некоторые из тех слов, которые вы говорите, Но будьте внимательны, чтобы в этих высказываниях, из-за этих высказываний шайтан вас не увлек, не привел вас к ширку. Из-за чрезмерной похвалы, чтобы шайтан вас не привел к ширку. Тем самым Пророк Сараллаху, алейхи вассалям, преградил путь, который ведет к ширку. Указал, что абсолютный господин, это Аллах, Субханаху, это не Пророк Сараллаху, алейхи вассалям. Поэтому Пророк Сараллаху, алейхи вассалям, говорит, говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан. Потому что человек, если начнет восхвалять и переходить границы, то это может привести его к ширку. Если он не будет восхвалять, ограничиваясь шариатом, если он не будет ограничивать свою любовь шариатом или свое восхваление шариатом, то это может перейти границы, то это может привести человека к ширку. Человек может наделять пророка теми качествами, которые присущи только Аллаху, как мы это видим и в наше время. Люди под предлогом любви к пророку, вызывают к нему, обращаются к нему, наделяют его качествами, которые присущи только Аллаху, и все это под предлогом того, что они любят пророка, и если ты этого не делаешь, то они обвиняют тебя в том, что ты не любишь пророка, и если ты не справляешь мавлин, они обвиняют тебя, что ты не любишь пророка. Но мы тут видим, что пророк указал на то, чтобы они не переходили границы похвали. Внимательно в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан. Далее от Анасаби Малика, радия Аллаху Ангу, некоторые люди сказали, о посланник Аллаха, о лучший, о лучший из нас и сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего. Рокусар Аллаху А.С. ответил, о люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Я Мухаммад, раб Аллаха, его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах. Этот хадив передал имам А.С. хорошим и снадом. Также этот хадив, как и предыдущий, с таким же смыслом, пророкусар Аллаху А.С. обратились люди и сказали, о посланник Аллаха, о лучший из нас и сын лучшего из нас. Они начали восхвалять пророкусар Аллаху А.С. и говорить, что он лучший из них и сын лучшего из них. И далее сказали, господин наш и сын господина нашего. И пророкусар Аллаху А.С. сказал им, о люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Также пророкусар Аллаху А.С. предостерег их от чрезмерности, от того, чтобы они не обольщались словами, не обольщались этой похвалой. И эта похвала не приводила их к чрезмерности. И они похвалили пророкусар Аллаху А.С. и сказал, о лучший из нас и сын лучшего из них. Почему они сказали, что он сын лучшего из нас? Ведь отец пророкусар Аллаху А.С. умер кафиром. Как он может быть сыном лучшего, если отец пророкусар Аллаху А.С. был кафиром? Как это сказал пророкусар Аллаху А.С.?? Некоторые ученые сказали, что он имеется ввиду, что он был из лучшего рода, потому что пророкусар Аллаху А.С. был курашитом, из банугашим. Это лучший род среди арабов. Поэтому они сказали, ты сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего. И пророкусар Аллаху А.С. сказал им, о люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Если вы восхваляете, то восхваляйте в рамках шариата. Будьте внимательны, чтобы эта похвала не переходила границы. Чтобы из-за этого шайтан не обольстил вас и не стали вы поконяться тому, кого вы восхваляете. И далее пророкусар Аллаху А.С. указал на свое положение и сказал, я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. То есть пророкусар Аллаху А.С. описал себя этими качествами, что он является рабом Аллаха и его посланником. И обратите внимание, что он в первую очередь упомянул такое положение, что он именно раб Аллаха и его посланник. То есть он раб Аллаха и мы ему не поклоняемся, не взываем к нему, потому что он раб Аллаха. мы взываем и обращаемся к Аллаху, субханного тааля. И он его посланник. Мы должны за ним следовать, верить, что он его посланник. Это положение Пророка Сараллаху, алейкум и салям. Мне не нравится, чтобы вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах. То есть Пророка Сараллаху, алейкум и салям, не хочет, чтобы мы его превозносили выше того места, которое ему даровал Аллах. Аллах даровал ему, что он раб Аллаха, его посланник. И Проксор Аллаху, алейху ассалям, не хочет, чтобы мы его превозносили выше этого места. Не хочет, чтобы мы обращались к нему, взывали к нему. Потому что к рабам нельзя взывать. К рабам Аллаха, субхану ва тааля, нельзя взывать, нельзя к ним обращаться. Нельзя у них просить о помощи. Нужно просить у Аллаха, субхану ва тааля. Это качество, которое любил Проксор Аллаху, алейху ассалям, что он раб Аллаха, его посланник. И Аллах во многих местах описывает его, что он именно раб Аллаха. Когда говорит о ночном переселении, Аллах говорит, Субханаллади Асраби Абдихи, Лейлан Минал Машидил Харамилал Машидил Аксар. Описывает, что свят Аллах, который перенес своего раба. Именно описывает, что это раб Аллаха. Также Аллах, когда рассказывает о ниспослании Корана, описывает его качеством раба и говорит, Табаракаллади Наззалал Фуркана Аля Абдихи. Не спасал Таран своему рабу. Во многих местах Аллах описывает его, что он раб Аллаха. И также он является посланником Аллаха. С этими словами Проксор Аллаху преградил путь к Ширку. Почему? Потому что Проксор Аллаху указал, что он является рабом Аллаха и его посланником. Если он раб, то нельзя к нему обращаться. Нужно обращаться только к Аллаху. Нельзя к нему взывать, нельзя у него просить то, на что способен только Аллах. Проксор Аллаху алейху алейху ассалям. Хотя то, что говорили люди, была истинна. Несмотря на то, что эти люди говорили истину, что Проксор Аллаху алейху алейху ассалям, самый лучший из них, самый щедрый. Но Проксор Аллаху алейху алейху ассалям сказал, чтобы не увлек вас шайтан, чтобы из-за этой похвалы вы не стали переходить границы по отношению ко мне. Как это мы увидели в дальнейшем. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах. Как же это мы разъяснили. И далее последняя глава о словах Всевышнего Аллаха. Они не ценили Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресенья будет всего лишь пригоршней его, а небеса будут скручены его десницей. Причист он и превыше того, что они приобщают к нему сотоварищи. Это глава, где автор, рахима Аллах, упоминает о величии Аллаха, субханаху ата'аля, о его прекрасных атрибутах, которые указывают на то, указывают на сколько Аллах, субханаху ата'аля, великий. И эту главу, обратите внимание, автор упомянул именно в конце. Упомянул именно в конце данной книги. То есть человек, если прочитает всю эту книгу, поймет единобожие, он начнет возвеличивать Аллаха, субханаху ата'аля, должным образом. Начнет поклоняться только Аллаху, субханаху ата'аля, не взывать никаким идолам, никаким статуям. Просить только у Аллаха, субханаху ата'аля, надеяться только на Аллаха. Будет возвеличивать Аллаха, субханаху ата'аля, должным образом. И также эта глава указывает на то, что человек, если хочет возвеличить Аллаха должным образом, то он должен изучать имена и атрибуты Аллаха. Он должен изучать Аллаха, узнавать, какие имена есть у Аллаха, какие атрибуты есть у Аллаха, чтобы, познавая это все, он начинал возвеличивать Аллаха. В этом аяте говорит о многобожниках, что они не ценили Аллаха должным образом, не ценили Аллаха должным образом и начали предавать Аллаху товарищей, начали поклоняться мертвым, начали поклоняться идолам, статуям, не ценили Аллаха должным образом. И далее Аллах рассказывает о своем величии. А ведь вся земля в день воскресенья будет всего лишь пригорчней его. Пригорчней в руках Аллаха будет вся земля, несмотря на ее огромные размеры. Семь земель, вся земля, имеется ввиду, семь земель. Так же, как над нами семь небес, под нами семь земель. Все эти семь земель будут в руках Аллаха, всего лишь пригорчней. Представьте, насколько великий Аллах, а небеса будут скручены его десницей, а небеса будут скручены в его правой руке. Также небеса, все эти семь небес будут скручены в его правой руке. Предчислен он и приуча того, что они приобщают к нему все товарищи. И далее тут упомянул от Ибду Масхуда, что он рассказывал. Однажды к пророку Сараллаху, алейхи вассалям, пришел один из иудейских ученых и сказал, О Мухаммад, мы читаем, что Аллах разместит небеса на одном пальце, земли на другом, деревья на третьем, воды на четвертом, богатство на пятом, а все остальные свои творения на следующем пальце, на другом пальце. Мы читаем, что Аллах разместит небеса на одном пальце, земли на другом пальце, деревья на третьем пальце, воды на четвертом пальце, богатство на пятом, а все остальные творения на шестом. И скажет, я царь, пророк Сараллаху, алейхи вассалям, рассмеялся, соглашаясь со словами ученого, а затем прочитал аят, спророк Сараллаху, алейхи вассалям, пришел один из ученых, иудейских ученых, и обращаясь к спророк Сараллаху, алейхи вассалям, сказал, ом Мухаммад, мы читаем, что они читают в своих книгах, в Торе читают, что Аллах, субхану, алейхи вассалям, судный день разместит небеса на одном пальце, также земли на другом пальце, деревья на другом пальце, воды на другом пальце, богатство на другом пальце, и все остальное на другом пальце разместит, и далее Аллах, субхану, а тааля, скажет, я царь, я владыка, я царь, где все эти цари, которые были на этой земле, где все эти правители, которые были, вся власть принадлежит только Аллаху, субхану, а тааля. И пророк Сараллаху, алейхи вассалям, когда услышал эти слова, рассмеялся, Ибн Масруд упоминает, что пророк Сараллаху, алейхи вассалям, рассмеялся, соглашаясь со словами ученого. Это важный комментарий Ибн Масруда, ради Аллаху ангу, потому что Ибн Масруд говорит, что пророк Сараллаху, алейхи вассалям, рассмеялся, соглашаясь со словами ученого, потому что некоторые заблудчики говорят, что пророк Сараллаху, алейхи вассалям, рассмеялся, порицая эти слова, а не соглашаясь. Но тут мы видим, что Ибн Масруд, ради Аллаху ангу, говорит, что проксор Аллаху, алейхи вассалям, рассмеялся, подтверждая эти слова, соглашаясь. А затем прочитал аят. Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля будет всего лишь пригоршней в руке его в день воскресенья, и также небеса будут скручены его десницы. Проксор Аллаху, алейхи вассалям, почитал этот аят и обрадовался тому, что в их книгах написано также то, что есть в Коране. То есть Коран подтверждает то, что пришло в их книгах. И в другой версии у муслима говорится «А горы и деревья на пальце, затем потрясет ими и скажет «Я царь, я владыка». То есть Аллах Субхану Анаталью поместит горы и деревья на пальце, а затем потрясет их. Потрясет земли и небеса и воды. Потрясет их и скажет «Я царь, я владыка». То есть истинная власть принадлежит Аллаху Субхану Анаталью. Все эти правители, которые, все эти цари, которые были на этой земле, они будут воскреснуты так же, как и обычные люди. Без своего богатства, без своей власти. Как и обычные люди, они придут Аллаху Субхану Анаталью со своими деяниями. Истинная власть принадлежит Аллаху Субхану Анаталью. Кому принадлежит вас сегодня? Аллах Субхану Анаталью расскажет. Лиллах Субхану Анаталью расскажет. Единому Аллаху, могучему. То есть Аллаху Субхану Анаталью принадлежит вас. Далее, в другой версии приведенной Аль-Бухари говорится «Разместить небеса на одном пальце, воды и землю на другом, а все остальные свои творения на третьем». Муслим приводит слова Пророка Субхану Анаталью, переданные Ибн Умаром. В день воскресенья Аллах свернет небеса и возьмет свою правую руку, а затем скажет «Я царь, где же все высокомерные и заносчивые?» Затем он свернет все семь земель и возьмет их в левую руку и скажет «Я царь, где же все высокомерные и заносчивые?» Эти предыдущие хадисы указывают на величие Аллаха Субхану Анаталью. Задумайте способ, каких размеров земли, каких размеров небеса это все на одном пальце в Аллах Субхану Анаталью помещается. Аллах поставит все небеса на одном пальце, все земли на другом пальце, все воды на третьем пальце. Это все указывает на то, насколько великий Аллах Субхану Анаталью. И тут далее он приводит хадис, который передается у имама Муслима, от Ибн Умар, что в день воскресения Аллах свернет небеса и возьмет свою правую руку. Тут подтверждение, что Аллах Субхану Анаталью есть две руки. Небеса он свернет в правой руке. А затем скажет, я царь, где же все высокомерные и заносчивые? Где эти все, которые проявляли высокомерие из-за той власти, которую дал им Аллах? У них не было абсолютной власти, у них власть была ограничена. Они проявляли высокомерие из-за этого, возвышались над другими людьми. Где эти все люди? Аллах Субхану Анаталью указывает, что абсолютная власть принадлежит ему. Затем он свернет все семь земель и возьмет их в левую руку. Также указание на то, что у Аллаха есть, как мы уже сказали, две руки. И тут в этой версии говорится, что Аллах Субхану Анаталью одна рука называется правая, другая рука называется левая. Потому что тут Ибн Умар сказал, затем он свернет все семь земель и возьмет их в левую руку и скажет, я царь, где же все высокомерные и заносчивые. В этом хадисе указание на то, что у Аллаха есть две руки. И одна рука называется правая, другая рука называется левая. Но большинство ученых говорят, что обе руки Аллаха Субхану Анаталью называются правыми, потому что проксор Аллаху Анаталью сказал, и обе руки у Аллаха Субхану Анаталья правые. И что имеется ввиду, когда обе руки у Аллаха правые? Имеется ввиду, что обе руки Аллаха Субхану Анаталья они полноценные. Нет никакого недостатка в руках Аллаха. Потому что у людей обычно одна рука бывает сильнее, чем вторая. у многих левая рука бывает слабая. Поэтому проксор Аллаху Анаталью говорит и обе руки Аллаха Субхану Анаталью правые. То есть обе руки они являются полноценными. Обе руки полноценными и нету в них никакого недостатка. Это имеется ввиду. Поэтому многие ученые говорят, что мы не описываем, что у Аллаха Субхану Анаталья есть левая рука. Мы говорим, что у Аллаха есть две руки и обе руки называются правыми. Но есть некоторая группа ученых, некоторые ученые говорят, что что можно описывать вторую руку Аллаха Субхану Анаталью говорит, что у Аллаха есть и левая рука. Потому что это пришло в хадисе Ибн Умара в этом хадисе, который мы прочитали. Другие ученые отвечают им, что говорят, что эта добавка является слабой. Многие передатчики упомянули этот хадис без упоминания левой руки. Поэтому, как мы уже сказали, большинство ученых говорят, что мы обе руки Аллаха называем правыми. Далее, тут автор привел ибн Аббаса ибн Аббаса радуяллаху ангума. Семь небес и семь земель размещаются в ладони милосердного подобно горчичному зернушку в руке одного из вас. Также эти слова указывают на величие Аллаха земель размещаются в ладони Аллаха Субханава Аббаса также тут подтверждение чего? Подтверждение ладони Аллаха Субханава так что мы признаем что Аллаха есть ладонь если человек спросит какая ладонь мы уже упоминали правила что мы не уподобляем мы уже упоминали правила что мы когда признаем имена и атрибуты не уподобляем и не отрицаем мы не говорим что Аллаха такая-то рука мы не знаем какая рука какая ладонь это знает Аллах Субханава Но мы подтверждаем что у Аллаха есть ладонь И тут Ибн Аббас говорит, семь небес и семь земель размещаются в ладони милосердного, подобно горчичному зернышку в руке одного из вас. Горчичное зернышко в руке одного из нас – это нечто незначительное. Человек может даже не заметить ее в своей руке. Ибн Джарир, дали, тут автор привод, Ибн Джарир, рахимухоллах, сказал, Юнус рассказал мне от Ибн Вахба, от Ибн Зайда, от его отца. Следующий хадис. Семи дирхамом, который мы бросим в круглую площадь. Настолько престол является огромным. Аллах больше курси, больше престола. А чем? Трон еще больше, чем престол. Трон больше престола. Аллах больше трона. Это все указывает на то, насколько Аллах великий. Он же передал хадис от Абу-Зарра, который рассказывал. Я слышал, как проксор Аллаху, алейхи вассалям, сказал, престол по сравнению с троном похож на железное колечко, брошенное в пустыне. Тут проксор Аллаху, алейхи вассалям, говорит, что престол курси по сравнению с троном похож на железное колечко, которое мы бросим в пустыне. Это что-то незначительное, железное колечко, которое мы бросим в пустыне. Настолько трон больше престола. И тут указание на что? На то, что есть разница между троном и престолом. Некоторые потому что говорят, что престол и трон это одно и то же. Но нет, престол это курси, место для ног Аллаха, как сказал Ибн Аббас, радия Аллаху, анхума, мауды'л-кадамин. Престол это место для ног Аллаха, субханнаху, алейхи вассалям. Эти два хадиха, которые привел автор, что семь небес по сравнению с престолом подобны семи дирхамам. И также то, что престол по сравнению с аршем похож на железное колечко, брошенное в бесконечные пустыни. Эти хадисы от Прокса Аллаху, алейхи вассалям, являются слабыми, но смысл их является достоверным. Подобные слова саляфы приводят в своих книгах, и смысл этих слов является достоверным. Эти слова указывают на величие Аллаха, субханнаху, алейхи вассалям. И тут далее автор привел от Ибн Аббас, радия Аллаху, анхума, что он сказал. Ибн Аббас говорит, между первым и следующим небом 500 лет. И далее расстояние от одного неба до другого составляет 500 лет. Между седьмым небом и Курси, и престолом 500 лет, а между престолом и водой также 500 лет. А трон находится над водой, а Аллах над троном, и ничто не скрыто от него, и ничто не скрыто от него из ваших деяний. Этот хадид передал, приводит его, ибн Махди, от Хамад ибн Ассаляма, от Ассима, от Зирра ибн Хубейши, от Абдуллаха ибн Масхуда, радия Аллаху, анху. То есть этот хадид, он также является достоверным, как на это указал Ибн Хузаима. Также этот хадид достоверным назвал Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим, рахимахум Аллах. Хафид Аз-Захаби сказал, что этот хадид дошел до нас через большое количество цепочек. То есть Хафид Аз-Захаби также указал, что этот хадид является известным и достоверным. И тут Ибн Масхуд говорит, что между первым и следующим небом, между каждым небом у нас получается расстояние 500 лет пути, который человек может пройти за 500 лет. Такое огромное расстояние между первым и следующим небом 500 лет пути. И далее расстояние от одного неба до другого составляет 500 лет пути. Между седьмым небом и Курси, и престолом, также расстояние в 500 лет. А между престолом и водой у нас также расстояние в 500 лет. И потом уже над водой трон Аллаха, и Аллах на троне. Этот хадид также указывает на что? На то, что Аллах на небесах, Аллах на троне. Этот хадид также указывает на возвышенность Аллаха, что Аллах на троне. И ничто не скрыто от него из ваших деяний. Несмотря на это огромное расстояние между каждым небом, и потом между престолом и водой, и потом над водой трон, и на троне Аллах, несмотря на это огромное расстояние, Аллах, Субхану Аталь, все знает, все видит, и ничего не скрыто от него. Далее, также он привел автора, от Аббаса, ибн Абдульмуталиб, это дядя Проксор Аллаху, что он рассказывал. Однажды Проксор Аллаху, сказал нам, известно ли вам, каково расстояние между небом и землей? Мы ответили, это ведомо Аллаху, его пасанику. Проксор Аллаху, сказал, между ними расстояние в 500 лет. Между ними расстояние в 500 лет, а от каждого неба до следующего также в 500 лет. Каждое же небо, которое простирается на расстоянии в 500 лет, между седьмым небом и троном лежит море, расстояние одна до поверхности которого, такое же, как между небом и землей. То есть расстояние в 500 лет. Всевышний Аллах же находится над всем этим. И ничто не скрыто от него издеяния сынов Адама. Этот хадис передал Абу-Дауд и другие. Также этот хадис, как и слова Ибн Мас'уда, указывают на величие Аллаха, указывают на возвышенность Аллаха, на то, что Аллах на троне. И тут Проксор Аллаху, говорит, что между каждым небом расстояние в 500 лет. И также упоминают, что само небо тоже от начала и до конца расстояние в 500 лет. Само небо также имеет расстояние в 500 лет. И между седьмым небом и троном лежит море. Расстояние одна до поверхности которого, такое же, как между небом и землей. И Всевышний Аллах находится над всем этим. И ничто не скрыто от него издеяния сынов Адама. Несмотря на это огромное расстояние, от Аллаха ничего не скрыто. Аллах все знает, все видит, что совершают люди, что говорят люди. Все Аллах знает. И эта глава также указывает, как мы уже сказали, на то, что мы должны подтверждать имена и атрибуты, которые приходят в Коране и в Сунни. Путь Ахлю Суна в Аль-Дяма заключается в том, что мы признаем все имена и все атрибуты, которые приходят в Коране и в Сунни. Не отрицаем их. Не отрицаем их смысл. Не отрицаем смысл, на который указывают эти хадисы и эти аяты. Также не уподобляем. Не говорим, что у Аллаха рука, так же, как и у людей. Или не говорим, что Аллах на троне, так же, как и человек сидит на троне. Нет, мы не знаем, как это все происходит. Мы это не видели. Аллах нам не объяснил, как это. Но Аллах нам рассказал, что у него есть прекрасные имена, что есть. Аллах, Субхану Ахуатааля, атрибуты. И наша обязанность верить во все это. Если бы эти священные тексты с именами и атрибутами имели бы какой-то иной смысл, то нет сомнений, что Аллах на это указал бы. Или Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу также на это указал бы. Если бы эти хадисы или эти аяты имели какой-то другой смысл, то Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу не оставил бы это без разъяснения. Обязательно нам на это указал бы. Рассматриваем вопросы. Тавсир слов Всевышнего Аллаха. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней. Это мы уже разъяснили. Эти и подобные им знания еще сохранялись у иудеев, живших во времена Проксера Аллаху Алию Ахуатаалу, которые тогда еще не отрицали этого и не занимались их аллегорическим толкованием. Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу. Тут автор указывает, что эти знания оставались еще у иудеев, что они знали о том, что Аллах Субхану Алию Ахуатаалу поставит небеса на один палец, земли на другой палец. Это все было у иудеев. И они это признавали, не отрицали их смысл, не искажали смысл этих текстов. Они даже признавали атрибуты имена и атрибуты Аллаха Субхану Ахуатаалу. Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу подтвердил истинность того, что рассказал ему ученый. Аллах удостоверил это неспосланным аятом. Тут также автор указывает, что Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу, когда посмеялся, подтвердил истинность этих слов. Он не посмеялся, отрицая, а наоборот посмеялся, подтверждая эти слова. И далее тут автор говорит, что Аллах удостоверил это неспосланным аятом. Как будто автор Мухаммадин Абдулхаб указывает, что этот аят был неспосланным после этого случая. Но это недостоверно. Нету довода, который указывает, что именно этот аят был неспосланным после этого случая. Наоборот, аят был неспосланным до этого случая. И Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу почитал этот аят как подтверждение слов иудея. Проксер Аллаху Алию Ахуатаалу рассмеялся, когда услышал то великое знание, которое раскрыл ему ученый. Упоминание о наличии у Аллаха двух рук. Это также мы разъяснили. И размещение им всех небес в правой руке, а всех земель в другой руке. Упоминание о том, что вторая рука называется левой. Также вот Мухаммадин Абдулхаб выбрал мнение, что другую руку Аллаха, Субхану Алию Ахуатаалу, можно назвать левой. Но мы упомянули, что большинство салифов говорят, что обе руки Аллаха, Субхану Алию Ахуатаалу, называются правыми. И мы объяснили, что имеется в виду. Как понимать, что обе руки Аллаха правые. После этого Всевышний Аллах упомянул положение высокомерных и заносчивых людей. Это хадисы от Ибн Умара. Слова Ибн Аббаса, Радей Аллаху Анхума, подобно горчичному зернышку в руке одного из вас. Также эти слова мы объяснили. Это указывает на величие Аллаха, Субхану Алию Ахуатааля. Величие престола по отношению к небесам. Это от Ибн Зейда, от его отца. Также мы это разъяснили. Величие трона по отношению к престолу. Величие трона по отношению к престолу. Трон является чем-то отличительным от курсий и воды. Трон является чем-то отличительным от престола и воды. Также мы в этот момент объяснили, указали на это, что трон – это одно творение, престол – это другое творение. Престол является местом для ног Аллаха, то есть это мы указали, что престол является местом для ног Аллаха, как это сказал Ибн Аббаса. Расстояние между каждым небом и следующим, также указали на это, расстояние между седьмым небом и Курсии, и престолом. Расстояние между престолом и водой. Трон находится над водой. Аллах находится над троном. Расстояние между небом и землей. Расстояние 500 лет пути. Каждый из небес простирается на расстоянии 500 лет. Глубина моря, находящегося над небесами, составляет 500 лет. Всевышнему и всемогущему Аллаху все это ведомо намного лучше. Автор, рахмаллах, в конце говорит, Всевышнему и всемогущему Аллаху все это ведомо намного лучше. На этом мы заканчиваем эту книгу. Я прошу Аллаху, чтобы он сделал полезными для нас те знания, которые мы получили, читая эту книгу. Чтобы укрепил нас на единобожий, на сунь, и умертвил нас на этом. Сделал эти знания доводным для нас, не против нас. Обдёртывал нам следование этой религии, простил нам наши грехи. Также простил автора этой книги, помиловал его и возвысил его в степенях. С Always. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает поддержать наш проект, пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео и зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, дабы васовитого Аллаха приветствует, сказал, «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его».